Город-герой Волгоград славен своей историей. Ее бережно хранят волгоградские музеи, святые места и памятники. В рамках цикла программ «Туристический гид по Волгограду» мы расскажем о самых интересных местах нашего города, поможем выбрать лучшие экскурсионные маршруты и подобрать нужный вид отдыха. Первая программа нашего цикла посвящена святому источнику Иоанна Богослова, который расположен в центре города буквально на пересечении трех районов. Это действительно уникальная история, о которой мы постараемся рассказать в сегодняшнем выпуске. А началась она сто лет назад. В 1909 году в Царицыне на месте, где сейчас находится областная больница, десятилетняя Шура нашла необычный камень черного цвета. На нем отчетливо был виден нарисованный лик. Как потом выяснилось, это был лик Иоанна Богослова, святого апостола, любимого ученика Иисуса Христа. Девочка сдвинула камень, и из-под него пробился родник. Местные жители стали приходить сюда за водой. Вскоре выяснилось, что вода из источника обладает удивительной силой. Люди стали приходить к нему, спрашивая молитву у Господа, и заступника, через которого получали благодать апостола Гриста Иоанна Богослова, получали исцеление, пили воду с этого источника, и получали исцеление, как и заболевания желудочно-кишечного тракта, так заживлялись гнойные раны. Спустя некоторое время после обретения этого источника, и его такой популярности, можно сказать, большевики на то время начали вести борьбу с этим источником, потому что он проставлял имя Господне. И стали его бетонировать и делать насыпи засыпать. Но на смену одному источник находил другой выход. До сих пор можно увидеть несколько проколов в земле, через которые вода просачивается наружу. К родникам жители окрестных улиц ходили тайком. Особенное значение источник приобрел во время войны. Во время Сталинградской битвы в областной больнице расположился военный госпиталь. Медикам катастрофически не хватало лекарств. Тогда-то старожилы и поведали докторам о живой воде. Во время Великой Отечественной войны в областной больнице врачи приходили, так как медикаментов было мало, приходили к этому источнику, брали воду, чтобы лечить гнойные раны. Также есть сведения о том, что спустя некоторое время по окончании Великой Отечественной войны и русские, и немцы приходили к этому источнику для питьевой воды, брали ее, также излечали болезни желудка и гнойные раны. Источник является святым местом на земле, на которой мы здесь стоим, пропитана в это Волгоград, поэтому пропитана кровью. До сих пор на территории источника, на месте этого источника мы находим и патроны, и пули, и металл, и кости человеческие. После этого на несколько десятков лет об источнике помнил и знал небольшой круг местных жителей. Второе рождение святой родник получил лишь в 1994 году, когда его впервые осветили священники Казанского собора. В 2001 году у источника выстроили часовню с купальней открытого типа, а год спустя и храм Иоанна Богослова. На сегодняшний день богослужения в нем совершаются регулярно. Усилиями настоятеля храма Иерманаха Назария и прихожан был осуществлен косметический ремонт храма, заменили купель в святом источнике. Теперь волгоградцы и гости города могут беспрепятственно приходить и погружаться в воду. Ежедневно к источнику приходит множество людей разных возрастов. Я уже хожу третий год. Я хожу летом, когда жарко, когда не только. Мы гуляли, и нам друзья еще рассказали, что тут есть церковь, родник, где можно окунуться. Тут хорошо, тут природа, вода красива тут. Источник открыт для посещения круглый год. Вода не замерзает и на протяжении всего года сохраняет одинаковую температуру примерно 10-13 градусов. Проехать к храму и источнику можно двумя способами. На трамваях номер 2 и 12 доехать до остановки областная больница и пройти по улице Бурейской до поймы реки Царица. Либо от остановки трамвая улицы Рокоссовского по второй продольной также двигаться в сторону поймы. Продолжение следует...